Друзья, привет! С вами Леонид, Раптор ТВ. Сегодня я решил сам замерить, буду сам за рулем, Курус РС-11. Помните наше видео, где был небольшой облинг? Вот сегодня как раз я сам решил замерить этот самокат. Переобули назад резину, поставили на сток, потому что удивила такая ситуация, что там 70 разгоняешься, начинаешь самокат искать по дороге. Возможно, была не сильно затянута рулевая, сейчас мы все протянули, затянули, поставили стоковую резину. Я вот установил сидушку, сейчас ее воткну, одел защиту спины, одел куртку с защитой. В общем, сейчас попробую в своем родном городе, город Малый Рославец, Калужской области, попробую поехать на ту прямую, где замеряли Dualtron X2 и выжать максимум. Надеюсь, что сейчас воблинга не будет. Очень на это надеюсь. Буду потихонечку набирать, набирать там 55, 60, 65, 70 и дальше, дальше, дальше. Посмотрим, сколько он поедет. Ну все, я готов. Перчаточки одел, шлем, перчатки, защиту спины, все. Сидушку установил. Заряд самоката 65,8 вольта. Ну а теперь давайте попробуем, на что он способен. Курок чуть шатается, ну ладно, на скорость это не влияет. Включаем полный привод. Ох, сидушки непривычно. Непривычно, непривычно, ну ладно. Подвеска отлично отрабатывает. Как раз у нас такая гравийная дорога. Протестировать подвеску нормально. Сейчас выйдем напрямую и поднажмем. То, что честно мне покоя не давало, когда люди пишут, что они 100 километров разгонялись, никакого воблинга нет. Тут у нас после 70 уже реально напряженно было. Сейчас. Да. Тяга хорошая с места, конечно. Надо потом, кстати, курс этот, драгрейс, сделать с иксом вторым, а икс второй с первым. Кстати, три самоката самых таких мощненьких. Замерим. Едем сейчас по дороге. Знаете, я, наверное, сидушечку чуть повыше сделаю. Слишком она низковата. Вот так вот, поехали. Да, так покомфортней. Так, друзья, я, наверное, руль еще чуть пониже сделаю. Кажется, будет покомфортнее. Хорошо, хоть есть возможность регулировки. А то, когда самокат с сидением, и нельзя руль поднять или опустить. А, все, это самый минимум. Ну, ладно. Давайте на самом минимуме. Так, а сидушка, мне кажется, у меня чуть опустилась. По всей видимости. Сиденья тоже поднял. Ладно. Поехали. Если на постоянку ездить, конечно, надо что-то думать с этим стрем подсидельным, чтобы он вниз не уходил. Ну, вот еду 50. Даже намека на воблинг нет. Но 50 это не скорость, сами понимаете, для такого самоката. Включим поворотник. У нас же поворотники есть. Так, ну, поехали. По чуть-чуть сейчас буду поднаваливать, смотреть, как он все ведет. Так, 65 нормально. 70 нормально, воблинга нет. Друзья, ну, воблинга нет до 75, и это уже хорошо. Даже 77 я доманул. Так, ну вот, сейчас мы за поворот поворачиваем. И поехали. Ну, разогнали 77, я сильно не давил. Сейчас 64,3 вольта. Чувствовал себя очень уверенно, никакого воблинга, ни болтанки нет. Сейчас мы можем открыть на всю. Очень будет интересно на это посмотреть. Так, сидение по-прежнему. Я сейчас повыше чуть-чуть делаю, потому что она немножко проваливается. Сюда, конечно, для тех, кто ездит в постоянное сидение, надо засверлить промок и болтом стянуть. Тогда таких проблем не будет. Так, все, друзья. Курус RS-11 Pro. Замер максималки. Может быть, чуть-чуть будет солнце засвечивать. А может быть и нет. В любом случае, я буду комментировать, как какие-то рубежи по скорости буду перешагивать, буду вам говорить. Так, ну что, поехали. С Богом. Да, динамик, конечно, четкий. Так, 66-67. Навалю еще. 80, друзья. Никакой болтанки, как скопанный. Очень сильный встречный ветер. Когда скидываю газ, тоже нет воблинга. Часто у самокатов, особенно у ультронов, когда сбрасываешь газ, ты начинаешь уже рыскать по дороге. Потому что, когда тяга на всю, то все окей. Газ сбрасываешь, начинается воблинг. 81 км в час, друзья, разогнался. Больше он не едет. Возможно, это из-за того, что 60, около 405 вольт, все-таки это не полный бак. Но, может, нет, может, просто это его скорость. Но самое главное, основное то, что он стоит, как скопанный. Так, ну что. Поеду еще разок. Сзади уже фура. Ну все, жму на всю. Давайте, посмотрим. 75, 76. 77. 78, 79. 79. Сейчас мы еще раз едем до кольца, пропускаем фуру, которая едет за нами. И оттуда контрольный замер. Но, то, что он поехал 81 и при этом стоял, как скопанный. Мне это уже реально очень понравилось. Потому что я хотя бы доволен самокатом в полной мере. И по динамике, и по тому, как он себя ведет на скорости. А когда он на 70 начинал рыскать по дороге, это, конечно, стремная тема. Ну все, беру старт. Погнали. Я думаю, что с местом по 6х. Восемьдесят девять, восемьдесят. Восемьдесят один, два. дорога пошла в горочку немножко все равно держит вот друзья смотрите еду 80 ровно ехать тормозим тормоза фирмы nude всем известные установлены ну что я результатом доволен я результатом честно скажу доволен знаете еще забыл сказать в прошлом видео по габаритам курс rs11 он очень компактный он компакт не ультрона по моему даже компактнее чуть-чуть чем dual tron thunder или dual tron ультра батареи то у него видели какая батареечка у него 40 ампер час написано 40 почему-то 40 а там до 38 6 наверное они на этикеточки на это решили округлить немного ну все 82 он поехал вот видно прекрасно я очень рад теперь еду сейчас на дачу к себе а